Всем привет! Сегодня я готовлю свой любимый сок здесь на Филиппинах. Это кокосовый сок. Сейчас покажу, как вообще я готовлю его. Это мой такой лайфхак. Хотя я думаю, что многие так готовят. Это просто... Я сама так научилась, и поэтому думаю, что я не одна так готовлю. В общем, сейчас покажу. Кстати, это на тарелочке. Это сало. Оно соленое. Я здесь на Филиппинах приготовила самостоятельно, потому что нету колбасы на Филиппинах. И только вот сало, как в Беларуси, кстати, получилось. Очень-очень вкусное и ароматное. Мои любимые блинчики. И есть еще арбуз. Вообще здесь на Филиппинах я... Вот то, что вот сало, да, действительно, я сама приготовила, засолила здесь сало. Так как вообще на Филиппинах не найти колбасу вообще никакую. Я не знаю, где искать именно колбаса. Вот как, например, наподобие, как в Беларуси, чтобы была со вкусом. Но нет, вот здесь есть сосиски. Они замороженные. Поэтому совсем тоже другой вкус сосисок. Но я все равно не отчаиваюсь. Я здесь на Филиппинах сама засолила сало. Хотя я никогда в жизни его не солила и не умела. Дальше блинчики, блинчики без молока готовила. Но они тоже вкусные получились. Мука здесь другая. Сейчас покажу, какая мука здесь используется. Насчет муки не знаю, из чего она сделана. Но мне нравится вкус очень вкусно. Вот когда готовлю блинчики, я не первый раз уже готовлю. Мне очень нравится вкус блинчиков, который получается. Даже я не добавляю молоко. Тоже очень вкусно. А еще. И здесь я нашла свеклу. Свекла есть на Филиппинах в торговом центре. В продуктовом магазине. Это вообще, когда увидела. О, есть свекла. Стоит 3 рубля килограмм. Я не знаю, здесь просто, возможно, выращивается. Либо же это импорт. Просто не всегда на ценах, например, написано, из какой страны, либо чье производство не указано. Поэтому не могу даже сказать и узнать сама не могу. Это импорт. Либо же здесь выращивают на месте. А еще. В общем, здесь на Филиппинах я уже нахожу продукты, те, которые более мне подходят тоже. Потому что не всегда я могу есть пока что филиппинскую кухню. Если острые, либо еще какие-то пряности, то надо как-то жить. Не всегда подходит. И, в общем, я какие-то такие нахожу для себя тоже уже рецепты, приближающиеся к белорусской кухне. Вот, иногда вот очень приятно и могу себе позволить покушать такой едой, которую я привыкла есть. И более подходящая для меня. Прям как праздник какой-то, блин, или что. Вот. И еще, кстати, здесь на Филиппинах по-другому делаются, вот, если собственного приготовления какие-то котлеты, либо же, как мы покупали, лумпия, это как блинчик, только, ну, типа тоненький. Вот. У меня блинчики тоненькие, но лумпия, она еще больше тоньше. И вот они закручиваются с мясом, то, например, она тоже, да, мясо сладкое всегда, как в котлетах собственного приготовления. Котлеты тоже очень-очень прям сладкие-сладкие. Поэтому я здесь уже покупаю мясо и сама готовлю котлеты. И они тогда натуральные и получаются более вкусные. И тоже такой вкус, как я люблю. В общем, сейчас покажу, как я готовлю сок. Это кокосовая стружка. Это примерно кокосовая стружка, половина этого стакана. И дальше я заливаю кокосовой водичкой. Это будет прям съесть аппетит. На пилипене принесет 20-20, много аппетита. И все перемешиваем. Все, получается такой натуральный-натуральный сок. И очень вкусный. Это можно убирать. Здесь на Филиппинах вообще страна очень богата кокосами. На каждом углу можно так сказать, что есть кокосы, продаются прям свежие. И очень приятно. Вот мы ездили, например, тоже покупали кокос. Мы попросили, чтобы нам его открыли, и мякость эту достали, и сок. И отдельно сок, и отдельно мякость. И очень приятно. Например, стоимость рубль 50. Это получается 30 песо за такой кокос один. Кокосовая стружка тоже очень мягкая, вкусная. Вообще, свежий кокос. А еще я здесь просто обожаю есть бананы. Кокосовая стружка я вообще обожаю. Мне кажется, я бы жила на кокосах и на бананах. Я обожаю такие бананы. Здесь очень-очень огромный ассортимент бананов. Есть и красные, и желтые. Есть еще маленькие какие-то, и которые жарить можно. В общем, огромный выбор. И кокосы я тоже очень люблю. Сок кокосовый, свежий. Очень вкусно. Тоже здесь, на Филиппинах, только мука белого цвета. Нету темной муки. Поэтому хлеб, он продается только белый. Белый хлеб. Вот. И, в общем, хлеб черный вообще очень сложно найти. Но я помню, мы как-то проезжали в центре Кагаяна. Мы проезжали, там есть магазин, торговый центр. И там есть магазин. Я просто не знаю, как называется. Там, где свекла, мы видели свеклу. В этом магазине я видела, продается хлеб. Продается Багер. И какой-то был темненький. Но он все равно с белой мукой. Может быть, с какой-то еще. Не знаю. Но он был немножко темноватый. Может быть, в другой раз, когда мы будем туда ехать по пути, то посмотреть поближе этот хлеб, что там продается, какие-то продукты. Вот. Багеек. Вот. И что там вообще? Потому что очень интересно. Хлеб вообще нет. Только вот батон, как булка белая. И в основном уже нарезано. Сок очень вкусный. Ну, еще мне нравится то, что есть здесь горошек, маринованные. Зеленого горошка я не видела. Также есть кукуруза. Кукуруза есть в свежем виде. А есть также кукуруза маринованная. Также. И очень удобно, когда в банках замаринованная. Очень удобно достать, там салат приготовить. Например, салат, если горошек. Я в прошлый раз готовила горошек, яйцо, лук туда добавила, огурец и томат. И это действительно очень вкусно получилось. Заправила майонезом. И вкусно получилось. Ну, немножко другие салаты уже. Но что есть. Потому что что-то попривычнее к своей еде. Потому что не всегда я могу там, например, постоянно есть филиппинскую кухню. Она очень вкусная. Но пока еще я не могу постоянно есть. Иногда это очень-очень вкусно. Что-то новенькое попробовать, да. Действительно, это вкусная кухня на Филиппинах. Но иногда хочется прям чего-то приближенного к своему. И это так приятно. Я очень рада, когда, например, чего-то своего.